Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в Центральном выставочном зале Манеж на замечательной выставке «Первая позиция. Русский балет». Меня зовут Анна Ялова, я директор выставочного зала и соавтор концепции выставки. И сегодня у нас творческая встреча с удивительной, блистательной народной артисткой России, примой балериной Мариинского театра. Перечислять звания, регалии, премии, в том числе даже кинематографические, можно бесконечно долго. Юлия Махалина. Добрый вечер. Добрый вечер. Друзья, я прошу вас не стесняться, поднимать руки, брать микрофон, задавать вопросы. У нас нет какого-то очень жесткого регламента и формы нашей встречи, поэтому если вдруг вам захочется что-то спросить, сказать, пожалуйста, смелее, наши волонтеры будут к вам подходить. А сейчас я еще раз хочу поблагодарить Юлию за то, что этот вечер вы осчастливили нас и пришли в Манеж. Давайте начинать нашу беседу. С удовольствием. Тогда давайте, собственно, с самого начала и начинать. Как вы попали в балет? Обычно за детей принимают это решение родители, потому что балетная жизнь начинается с самого раннего возраста. Это было ваше решение или все-таки за вас решили родители? Вот здесь все очень сложно. Папа закончил музыкальную школу, бабушка закончила музыкальную школу, и в принципе я должна была стать пианисткой. Причем к этому у меня были способности с самого раннего детства. То есть буквально с четырех лет я подошла к инструменту, к пианино, и бабушка играла каждый день почти, в свое время она топером работала. То есть здесь вот такая у нас прям получилась династия именно музыкальная, да? О балете вообще не было, даже мысли. Но я уже это много раз рассказывала прежде, но сейчас я повторю. Я стала хромать. Вот в три года мама заметила, что я стала хромать. И у меня развивалась серьезная болезнь, паралич. Мама даже не уточняла, какой голень, правая или левая. И на учете я стояла до 15 лет. Вот с трех до 15 лет. А до 16 лет уже? Выпустилась. Ну то есть мама мне ничего не рассказывала. Это я только позже все узнала. Я только помню, как мама мне говорила, Юлечка, пройди вперед. Думаю, что она в тюрьме вперед. Просит, чтобы я шла впереди. Она видимо смотрела, как я хромаю, не хромаю. Но врачи посоветовали нагрузку. С бабушкой поехали в Ростов-на-Дону. Ходила по Осоке. Приняли все меры, которые нужно было принять. То, что сказали врачи, чтобы болезнь ушла. И вот так вот по судьбе не было бы этой болезни, и я бы не попала в болезнь. А все как-то получилось складно. Меня взяли в кружок сначала. Вот на Раково, сейчас Итальянская улица. Там меня выделяла педагог. И маме сказали... Хореографический, правильно? Да, хореографический. Ну там он такой был, как бы танцевальный. И маме посоветовали мне попробовать в Агановскую школу. И вот я поступила в Агановскую школу. Но я понравилась к Настаде Михайловичу Сергееву. Это для меня большая честь и большое везение, конечно. Вот так я попала в Агановскую школу. Но вы уже в школе показывали совершенно необыкновенные успехи. И были одной из лучших выпускниц. В том числе за вас я знаю, что была даже борьба между педагогами. К кому вы должны и можете пойти в класс? Ну, это вы знаете, наверное, слишком сильно сказано. Там на самом деле никакой борьбы не было. Так получилось, что мы были выпускники. Первый выпускной класс у нашего педагога Марина Александровна Васильевой. То есть она была младым педагогом, начинающим. И мы практически были первым ее выпуском. А параллельный класс был Наталья Михайловна Дудинская. Здесь вообще неравновесие, понимаете? Поэтому я даже думаю, опять-таки, так судьба сложилась, что Марина Александровна переживала за чистоту исполнения, за нашу технику. Она очень старалась, чтобы мы преуспевали, чтобы мы не ударили в грязь лицом перед Натальей Михайловной Дудинской. И когда вот я не сразу стала делать успехи. Первые два класса, знаете, это такая знаменитая наша оценка 3 с плюсом. Когда мне вот мамы, вот сейчас я уже много репетирую и готовлю детей, иногда помогаю к экзаменам. И родители в шоке, что, ой, вы знаете, у меня ребенок получил 3 плюс. Я говорю, это хорошая оценка, это моя первая оценка 3 плюс. Конечно, потом, когда пошла практика, я очень много участвую в практике. Раньше это было очень часто. Спящая красавица, вальс, дети, да, участвуют в щелкунчике, все стадии я прошла. Ну, вот Дон Кихотов, ну, много амурчики. То есть сейчас очень многое перечисляют. А начиналось сейчас с Белочки, да. Сейчас Белочка у нас мотор. Сейчас неживая Белочка в сказке от Савиа Салтана. Это такая механика. Механика, да, очень жалко, потому что это было очень... Знаете, дети даже специально приходили на этот спектакль из-за Белочки. Ну, вот. И даже когда у меня был первый творческий вечер в 2009 году, я попросила Юрия Валерьевича Хатеева, чтобы начали с этой Белочки. Ну, как воспоминания, вот как бы, что фор по этапам, по возрастному. Так мы когда обратились в костюмерный цех, оказалось, что костюм уже стылил. Ну, то есть уже нет этого костюма. Так что, вот видите, да, начиналось все. Да, и вот было очень много практики. А практика – это очень важно. И я стала больше уделять танцевальности, значения. Не только исполнением, вот, то, что педагог говорит, грамотная школа, грамотный экзорсист. Я стала развиваться танцевально, более выразительно. Я стала привыкать к сцене. И это все очень влияет на детей. Вот еще с мало, да, с 9 лет, считайте, я вышла на сцену. С 9 лет. Поэтому, вот, конечно, стала расти и делать успехи. Ну, вот я задаю этот вопрос, наверное, всем балеринам. А что касается детства? Говорят, что это такой непосильный труд, который занимает практически все время. Было ли у вас детство? Успели ли вы насладиться? Что вы хулиганили, может быть? Каким вы были ребенком? У нас, вы знаете, не поверите, у нас был параллельный класс А. Это просто все отличники, пятерышники. Просто вот родительские дети. Наш же класс, педагоги боялись заходить в наш класс. Класс Б, но все, это трагедия. То есть у нас был такой хулиганский класс, а я была младше других, потому что вообще пошла в школу 6 лет. Так сложились обстоятельства в нашей семье. И, соответственно, я была младше, и в своем классе была на 2 года младше других. И мне было совестно отставать от наших хулиганов, когда они пропускали урок. У нас был очень талантливый класс, но такие смельчаки. Они копировали педагогов. Они могли, если педагог опаздывает на 2-3 минуты, все убегали. Я же не могла одна оставаться в классе как предатель. И я помню, как у меня за поведение было кол с минусом. И папа говорит, это что же за поведение такое, кол с минусом? Кол, да еще и с минусом. А просто потому что я была, конечно, маминой дочкой, очень такая семейная, но я не предавала своих одноклассников. Я была с ними солидарна. Еще такая история. Но при этом по предмету, вот по классике у вас была твердая пятерка. Но уже твердая пятерка была только на последнем курсе. На первом курсе было 4 плюс, на втором курсе 5 минус. У меня был очень стройный педагог. Марина Александровна, я очень благодарю Марину Александровну, что она, ну вот знаете, вот настолько требовала с нас наивысший результат. Она никогда не хвалила, самая большая похвала девочка. Ну ничего, прилично. И никогда меня даже не называла по имени. Девочка. У нас был просто армейский порядок, правда. И хорошо, что я не знала, что по-другому бывает. То есть мне казалось, что значит это так и должно быть. И я очень слушаю педагога, мама у них говорила, я слушаю педагога. Потому что семья у нас не балетная. Музыкальные люди, да. Но все-таки папа по профессии инженер, мама бугался. Все очень как бы просто. И к танцу, и к балетному образованию никто не имел никакого отношения. Так что видите, как просто, может быть, это хорошо. Я даже сейчас иногда говорю родителям детей, что не заставляйте детей лишний раз перенапрягаться. Нам и так хватает нагрузки в школе. Дома хочется прийти и хоть как-то отдохнуть. Но вот когда, представляете, у меня начинались занятия в 9, а если произносить на практику, я приезжала в 11, а то и позже домой. А еще делать уроки, и никто за меня их не делал. Я сама. И как-то надо, когда отдыхать? Если тебя еще будут спрашивать родители, что вы сегодня делали, покажи. Но тогда вообще никаких сил не хватит. А еще, знаете, мама меня все время хвалила. В школе все время ругают нас, а дома нам обязательно нужно, чтобы хоть кто-то по голове погладил. Поверьте мне, это ребенку необходимо. У вас с родителями были очень близкие доверительные отношения. И даже папа в какой-то момент стал вашим наставником. И, собственно, посоветовал вам не распылять таланты, сосредоточиться на чем? Ну, вот просто была история, что когда я была во втором-пятом классе, это сколько мне было, ну, где-то 11 лет получается, к нам часто приходили люди, просматривали детей для кино. И меня очень часто приглашали в кино. Я не знаю, чем я так это покупала народ. Вот, ну, у меня были большие глаза, я такая еще была, маленький носик, курносенький был тогда, челка была. Я такая была, герой из диснейского мультфильма, как сам Константин Михайлович говорил. Ну вот, и меня выбирали. И вот в моей смерти прошу винить Клаву, как многие знают этот фильм? Я должна была участвовать. И вот я прихожу домой и говорю, вот родители меня приглашают, вот вы поедете со мной на просмотры. Папа говорит, ты знаешь, надо что-то делать одно хорошо в этой жизни. Если ты будешь за двумя зайцами, за тремя побежишь, ты ничего не добьешься. Я им очень благодарна, потому что, конечно, кино, это же затягивает, это такой процесс, это же тоже очень увлекательная профессия. Я могла, правда, как бы никуда не попасть. Но, тем не менее, опыт в кино у вас состоялся. Но это документальные фильмы. Хотя, еще, знаете, давно, когда мне было 25 лет, это ого-го, 30 лет тому назад, мне, еще тогда Дуня Смирнова, она очень часто писала свои режиссерские работы, и она мне предлагала, если кто знает, есть такой фильм, «Красная Жизель». Это о великой Списивцевой, о ее судьбе. Так вот, сценарий лежит до сих пор у меня на столе. Я должна была играть в ту роль. Но они не могли найти спонсора. И в итоге сыграла, ну, другая артистка сыграла эту партию. Насколько я понимаю, ее как раз, у нее были спонсоры и были возможности. Ну, возвращаясь к вашим возможностям и талантам, возможно, вы могли бы и не попасть в Мариинский театр, потому что, насколько я знаю, после окончания у вас было распределение во льву. Но, тем не менее, вы оказались на сцене Мариинского. Я объясню, как было. Ну, вот наш знаменитый педагог, балетмейстер Гербик, он сразу меня заметил, и он увидел, что я справляюсь с нагрузками. А нагрузки у меня были нехилые, потому что Константин Михайлович доверял мне уже, вот, например, в своем спектакле «Времена года» партию осени, еще на первом курсе. На первом курсе я станцевала целое ПДД Маши из «Щелкунчика». Это тоже такая нагрузка для первого курса немалая. Потом на втором курсе я станцевала полностью Машу в «Щелкунчике». Станцевала, очень много участвовала тоже в каких-то наших концертах уже с сольными вариациями. Ну, и доказывала уже свою технику, уже начинала технически двигаться. Ну, и уже не говоря о том, что я выпускалась с черным ПДД, вы знаете, я без всякого хвастовства, я вам скажу, что до меня я даже не помню, чтобы кто-то выпускался именно с черным ПДД «Лебединого озера». Это одна из самых сложных партий. Это действительно сложно для... И физически, и эмоционально. Для любой зрелой балерины это сложно. А уже я не говорю о выпускнице. Ну, вот доверил Константин Михайлович. Видите, это был такой мой ангел-хранитель в школе. Ну, конечно, он очень был, как вам сказать, удивлен, что я могла играть на рояле. Я участвовала в концертах. Раньше это было очень ответственно и доступно для учеников. Я с 4-го, 7-го класса принимала участие в школьных концертах именно фортепианных. И даже я играла на бис. И Константин Михайлович был поражен. Как я успеваю вот это все? Ну, это, если честно, у меня от природы. Вот это вот правда, я особо не старалась, вы знаете. Но я очень любила подбирать сама. Я не отходила от инструмента. Первое, что я делала, когда я приходила домой, если не было производственной практики, не было спектаклей вечерних, то я сразу к роялю. Меня это как бы отвлекало, вдохновляло. Я очень любила инструмент. И даже перед уроком классики меня дети просили играть. Ну, то есть вместо того, чтобы разогреваться, делать бадмонтандю, я играла на рояле. Ну, в общем, вот как-то вот так вот, да? Это природа. И вот, конечно, это все мне тоже помогло двигаться и в балете, музыкальности, то, что в меня веял педагог. А педагог по роялю Брислава Лазаревна Левин, она уехала позже в Америку. Она просила маму мою, просто умоляла, говорит, возьмите ребенка из балетной школы. Она прирожденная пианистка. Прирожденная пианистка. И вот мы вместе с Бриславой Лазаревной под метроном учили третью часть первой сонаты Петховена, с которой я сдавала государственный экзамен по роялю. И получила пять с плюсом. Вот такая была история. Так что, конечно, Константин Михайлович, он очень приветствовал вот это вот, что я могу соединять, что инструмент мне свободно поддается. И владение техникой уже на третьем курсе, оно было заметно. Поэтому вот у меня поступило предложение поехать сразу на прямую балерину во Львовский театр. Ну, какой солдат не мечтает быть генералом? Конечно же, я понимала, что Мариинский театр – это мечта, но там мне не дадут таких партий. И я практически дала согласие. Но случилось по-другому. Вас пригласили в Мариинский, но не на прямую. Вы пошли в кардебалет. Да, в кардебалет, но я была тоже этому очень счастлива. Потому что, конечно, это мечта любой балерины. Уже не говоря о том, что это мой родной. Уже с девяти лет была сцена, на которой я выходила, я уже чувствовала запах, кулис. Я уже была вот в этой атмосфере. Я уже как бы... Конечно, это родной театр. И вас выделил Олег Михайлович Виноградов, сделал на вас ставку, не прогадал. Дело в том, что Олег Михайлович сегодня был на выставке, передавал вам огромный привет. Правда, это... Остановился около вашего портрета, вашей фотографии в зоне звезд современности. Специально остановился. Я не хотела вам рассказывать до того, как мы выйдем сюда, к зрителям. И сказал, что Юлия Михайловна это его открытие, протеже. И что это совершенно новый формат балерины. Причем формат во всех смыслах. И в исполнительской манере, и в форме балетного тела. Поскольку до, наверное, вашей эпохи, если так можно сказать, балерины были маленькие, то Олег Михайлович сделал ставку на высоких танцовщиц. И вот отметил вас, вывел в солистки и дал вам, в общем, такую путевку в большое балетное путешествие. Да, да, Олег Михайлович случайно меня разглядел. Дело в том, что наш экзамен шел вперед экзамена Натальи Михайловны Дудинской, но на наш экзамен Олега Михайловича никто не приглашал. Но тут вот тоже, представляете, судьба, как случилось. У меня лопается резинка. Раньше были купальники совсем другие. Но раньше у нас были такие резинки вставлялись, чтобы подтягивалось, вот пахну, как бы вот эта часть боковая. И у меня лопается резинка. И наш спектакль начинается, ну, наш экзамен начинается на 15 минут позже. Поэтому, когда приходит Олег Михайлович на экзамен к Наталье Михайловне, он застает конец нашего экзамена. И, представляете, это дело случая. И вдруг он меня заметил, запомнил. И когда меня не пригласили на просмотр, то Олег Михайлович спросил, а где эта луналикая? Луналикая-то где у меня? Ну, у меня было так, как совсем круглое лицо на тоненькой шейке, а сама была очень тонкая, как бы. Это было как... Позже в Америке писали, как бутон пиона. Ну, для... Нет, было очень... Как красиво. Ой, это очень красиво, да? Тем более мамины любимые цветы, пионы. Ну, как-то вообще все очень странно по судьбе. Ну, вот. И когда Олег Михайлович узнал, что я даже не была на просмотре, и вот таким образом меня вызывает, как сейчас помню, 10 июня в школу директоры просят подписать Мариинский театр. Но это, конечно, я даже не раздумывала. Я даже не раздумывала. Конечно, кардебалет, но для меня это была большая часть. Но вы недолго пробыли в кардебалете. Почему? 6 лет я соединяла. Кстати, это вот наиболее тяжелый период. И наиболее... Это большие испытания. Если ты это выдержал, то все, ты пойдешь дальше серьезно и уверенно. Потому что соединять кардебалеты и сольные репетиции, тем более, под свое крыло меня взяла наш великий педагог, великая прима Ольга Николаевна Боисеева. Я благодарю судьбу, что она меня под свое крыло взяла. И она не щадила меня. Она работала, ну, меня не жалея. То есть, вместо 32 вытема мы делали 48. Если у меня уже... У нас раньше тоже были другие пуанты. Не сейчас гейнеры вот эти, которые можно стирать в стиральной машине, там, как называть, стакан. Какой стакан? У нас это было... Наши мастерские делали туфли, которые иногда... Если я Раймонто танцевала, а Лебединая, у меня в кулисах стояли гримюары с туфлем на всякий случай перед фуэтэ поменять, потому что он мог сломаться во время вариации. Я успевала за 18 тактов переодевать туфель. То есть, пуанты горели на ногах. И, соответственно, они так горели, что иногда на репетициях вот до дырки стирался понт. И Ольге Николаевне, когда я говорила, Ольга Николаевна, у меня там дырка. Ничего, переживешь. Это не плаката Ленинграда. Нет, она очень... Она, ну как бы, и кнутом, и прядником, конечно, потом она очень... И как мама, и как настоящий мастер требовала. Ну, то есть, она не давала мне поблажки, что у меня с утра идет кардебалет, репетиция, потом репетиция с Ольгой Николаевной, а потом очень часто выходили в кардебалете там в тех же тенях, в Байдерке или в Велисе, в Жизеле. Это очень сложно соединять. Почему? Потому что там ты очень часто стоишь на одной ноге, ждешь, когда длинно идет отажа в той же Жизеле, да? А ты у тебя на нем уже навертела эти фуеты, немыслимые вариации накрутила. Сейчас утра и урок, и вот эти репетиции... Ой, вы знаете, это было нелегко, но благодаря вот тому, что я смогла выдержать, а у меня другого пути не было. Я очень хотела доказать, что не зря у меня педагоги в школе вкладывали, не зря у меня все пятерки. Я очень хотела доказать, что я не кардебалет. Хотя, кардебалет это тоже... Знаете, у нас очень многие не хотят быть солистами. Наверное, для вас это будет очень неожиданно. очень многие... Это действительно неожиданно, поэтому почему-то... Очень многие любят кардебалет. Да. Им нравится. И не каждый может обнаглеть и выйти на сцену и в центр. Как я говорю, это же надо еще обнаглеть, выйти в центр сцены и свердеть это в ВТ и что-то доказывать. Какое-то свое преимущество. А тем более в тот момент, когда Олег Михайлович был у нас руководителем, вы знаете, какой у нас был кардебалет. Мне иногда было стыдно выходить солисткой, потому что у нас такой был ровный кардебалет и с идеальными формами. Все были стройные, как кипарисы. Ну вот он сказал, что минимум метр шестьдесят пять. Это была вот эта вот планка для того, чтобы попасть в кардебалет Виноградова. Да, это правда. Но вот я была метр шестьдесят восемь, я была самая высокая. Но после меня, вы знаете, там уже была и Ульяна была повыше. Есть у нас балерины и метр восемьдесят четыре. То есть, да, акселерат. Просто самое ужасное, что партнеры-то наоборот мельчают. У нас балерины стали, и скоро у нас все наоборот будет. Балерины будут держать партнеров. Ну, кстати, это в некоторых современных постановках и происходит. Ой, да, кстати, сейчас я ничему не удивлюсь, это правда. Ну, раз мы заговорили о форме, вы в потрясающей форме. Или балерины не толстеют? Как не толстеют? Вот особенно, я вот вспоминаю, какая была у меня борьба, вот где-то с 22-х. Вот уже ничего не кушаешь, большая нагрузка, нагрузка, и все равно ты пухнешь. Видимо, ну, меняются организм, гормоны, ну, меняется, девушка меняется, становится женщина. Это все, конечно, влияет на организм. Ну, не у каждого, но мне повезло, что я пошла все-таки в папину породу, потому что папа и бабушка, они никогда не поправлялись, все время, всю жизнь в одном весе. А мама, конечно, боролась, московская порода, там все такие, ух, кровь с молоком, и они все, вот мои родители переживали, что я пойду в мамину породу, и тогда все. Ну, как-то вот не случилось. Просто единственное, конечно, пришлось повоевать, держать себя в узде. Ну, вот на нашей первой встрече, когда мы готовились к встрече с нашими зрителями, вы говорили, что форма внешняя очень отличается от той формы, которая внутренняя, балетная, танцевальная. Вот расскажите нам, пожалуйста, потому что мы же видим балерин, таких тоненьких, таких воздушных, таких прекрасных, и мы совершенно не понимаем, не будучи профессионалами в балете, как соотносится физическая подготовка, форма тела, вот как это все связывается воедино, что выдает такой феноменальный результат на сцене. Ну, во-первых, я сразу хочу, если кто-то есть родители, вот у кого дети учатся, ни в коем случае не надо вот эти вот голодания, это ни к чему хорошему не приводит, и потом быстрый результат, это всегда нулевой результат. Все великое делается медленно и постепенно. Даже, кстати говоря, когда вот вы говорите Олегу Михайловичу награду, конечно же, я благодарю Олега Михайловича за его веру, за его риски, он давал мне танцевать с трех с десяти репетиции, большие балеты, он был уверен, а раз он был уверен, значит, была уверена я. Эта вера очень помогает. Знаете, это очень важно, как главный балетмейстер в тебя верит, и я не представляю, как вы ходите, если в тебя не верят головный балетмейстер, или он не ходит, или ему так, ну как бы надмашь, ну попробуй, это ужасно. Мне в этом смысле просто повезло, что Олег Михайлович был как-то заражен. Ну я правда пришла совсем другая, знаете, я потом очень любила современный танец, мой любимый Борис Яковлевич Эйхман, я перебегала в консерваторию через дорогу, все время смотрела его премьеры, тогда еще было десять человек в зале, кому сказать, кто бы мог представить. Сейчас яблоку негде упасть на его премьеры. Сейчас билеты не достать. И да, и в общем-то это, я очень рада, что у него так сложилось, но это было понятно, что так получится. Это было видно, и я очень любила современный танец, даже я вам больше скажу, что я думала, если с классикой не получится, пойду танцевать вот современные танцы. Ну поэтому я была вся пропитана современной модой, и я не боялась, как бы, довольно смело покупала себе такие одежды, тем более тогда как раз мы поехали за границу очень часто, мы не вылезали из-за границы. И вот это все, это веяние вот этой современности, возможности каких-то новой моды. И вот как-то я и в костюме я тоже сделала свои моменты, поменяла лиф, поменяла длину пачки, немножко облегчила, вот это, убрала валаны. Никто даже не знает, что это вот моя идея в корсаре убрать валаны, чтобы, ну, мне кажется, вот Мидора, все-таки она гречанка, но ты же не спящая красавица. Ну зачем вот там, я сделала тесенки, а теперь все танцуют с тесенками. Это была моя идея. И вообще, очень много я приму. Вот, например, плессированная юбка по Эдерге первая. Это тоже моя идея. Но, что важно, Олег Михайлович мне разрешал. Сейчас невозможно отступить ни на шаг от того костюма, который существует. Ну вот как, понимаете, вот я даже не представляю, если бы меня задушили, вот не шаг вправо, шаг влево, расстрел, я бы не смогла вот и танцевать свободно. У меня был легкий шаг. Я, Марина Александровна, в школе опускала мне ноги. И я знаю, что сейчас тоже такая тенденция. Ну, то есть, это ухо, уже как бы гимнастический подход уже немножко поднадоел, да, за это время. А в ту пору только-только появилась Сильвеги Лем с высоким шагом, Надежда Павлова. И, естественно, я тоже стремилась. Вот. И мне Марина Александровна, наш педагог в школе, опускала ноги. Но в театре, наоборот, приветствовалась. Вот этот мах высокий, высоко ног. И вот как бы я благодарю Олега Михайловича, что он мне не запрещал. Потому что это своего рода какая-то вырабатывалась моя индивидуальность, что ли, если так можно сказать. Вот эта свобода, она важна. Вы понимаете, я выходила на сцену как птица. Вот мне главное было выйти на сцену. Вот за кулисами у меня волнение, да, присутствует. Но вот только я выходила на сцену, и все, у меня как будто бы крылья вырастали, и я была свободна. У меня был свободный такой полет. Ну вот сегодня на выставке была еще и Виктория Терешкина. И когда она узнала, что вы придете, она также передавала вам огромный привет. И, кстати, сказала, что ее фотография, которая тоже есть в разделе современных наших звезд, там она как раз в вашей пачке. Да, многие. Вы знаете, это такая была у меня приятная история. Вот многие, я знаю, что многие балерины, они ревностно относятся, если просят их костюм. Ну, у нас же не свои костюмы, все-таки это театральные костюмы. Это позже уже, когда я смогла, я стала шить свои костюмы. А сначала театр шьет, ты можешь менять что-то, но, тем не менее, это театральные костюмы. Естественно, что если другая балерина просит твой костюм, то ты не имеешь права в принципе отказать. Другое дело, что приятно, когда тебя спрашивают. Ну вот, и вот я, понимаете, как вот мастер со мной работал, но, правда, я делала подсказки, потому что вот у меня был какой-то нюх. Даже мы поменяли крой лифа, как его так посадить. Немножко я открыла больше спину. Да, Виктория говорила, что у вас всегда очень красивая посадка. Именно посадить костюм. Открытая спина? костюм должен сидеть, да. И вот мы очень много над этим вопросом работали, учитывая тоже свои недостатки. Они есть у каждого, у меня они, конечно, тоже есть. И мне хотелось все-таки как-то вуалировать недостатки и все-таки как-то больше делать акцент на достоинство. И мы вместе с моим мастером как-то вот очень вместе правильно работали, друг друга понимая. И в моих костюмах кожа танцевали и Света Захарова, и Диана Вишнева. И сейчас я знаю даже уже, господи, девочки говорят, мы уже перештопываем твой лифт, потому что все хотят твой костюм, а ему уже там 25 лет костюму. Есть костюм, которому 30 лет, в нем я не буду называть молодую балерину, она прям не дышит на этот костюм и танцует в нем корсар. Уже не говоря о Донке Хвооте, а тот же Роман Джулетта я сделала вообще свои находки, за что получила большой выговор от Махар Хасан Чавазиева, я висела с большим выговором по Донке Хвооте. Прям официальный. Официальный выговор, официальный выговор, нам это не нравится. Официальный выговор, слава богу, у меня ничего не высчитали с зарплаты, но выговор был стабильный. Но после, после этих костюмов сейчас вот все толстые. тоже это стало уже тенденцией. Кантилена, движение, много же мы с Ольгой Николаевной сделали на ход. И с Геннадьем Наумовичем очень много было у нас поиска, уже позже. С Ольгой Николаевной мы работали 6 лет. Все остальное время я работала с Геннадьем Наумовичем 30 лет. Все лет с тобой. Да, Геннадьем Наумовичем. Это вообще мой верный друг. Царствие Небесное, видите, вот как получилось за эти 4 года, даже, скажем, за последние 3 года я потеряла своих творческих родителей, один за другим ушли. Это для меня страшная рана на сердце. И вот, и папа ушел сначала, и вот в этом году ушла мама. Царствие Небесное, ну вот 4 таких моих крыла, главных 4 крыла мои ангелы-хранители, они теперь надо мной, смотрят на меня, и я должна сделать максимум, сколько они для меня сделали. Я хочу передать весь свой опыт и знания обязательно, поделиться. Это моя задача. Ну вот вы говорили, что сейчас, вот на данном этапе вашей жизни отдавать это самое главное. Вы только что упомянули как раз эту легкость, которую вы отдаете и разрешаете использовать другим балеринам свои костюмы, но и творчество, и мастерство вы тоже сейчас активно передаете молодым артистам, которые, надеюсь, тоже станут звездами. Вы знаете, это моя мечта, чтобы хотя бы одного преемственника, хотя бы один человек, который бы прям все бы как губка бы, все мои секреты. Но я не боюсь даже подсказывать молодым педагогам, которые даже некоторые моложе меня, я делаю подсказки. Вы знаете, вот очень странно, мне наоборот доставляет это громадное удовольствие, я говорю абсолютно искренне. Вот у меня нету никакого вот этого это мой секрет, это будет только мой секрет. Наоборот, я счастлива, когда я могу подсказать и когда я вижу, что получается. А вот какой у вас есть секрет, который вы хотели бы как раз таки передать? У меня много секретов. Ну, правда, но наверное, все-таки это вот те находки, которые позволили мне выделяться из той плеяды полевин, который на тот момент были, что позволило мне укрепиться. Я отличалась от других. Вообще раньше очень были разные балерины. Вот посмотрите, возьмем, я пришла, мне повезло, на ком я училась, на ком я росла. Галина Мезенца, Татьяна Терехова, да еще танцевала Ирина Александровна Колпакова, Алла Сизова, Наталья Большакова, Алтына Ассо Муратова, только начинала, Ольга Ченчикова, Любовь Кунакова, и нет, они абсолютно разные, то есть абсолютно разные балерины, разные цвета радуги. Сейчас к сожалению немножко это уходит. А как сейчас? Но к сожалению какой-то момент подражания или люди может быть люди закрепощены, может быть боятся привнести что-то свое, боятся руководства, не знаю, руководство поменялось. и причем уже на моем веку уже третий руководитель, как китайский император, китайский император что говорил, не дай мне Бог жить в эпоху перемен, у меня уже третий руководитель. Но Бог миловал, понимаете, вот как-то договариваемся, но не сразу. Вы совершенно не боитесь и без кокетства говорить о своем возрасте. Абсолютно, я даже горжусь этим. Да, вот сейчас будет две пятерки скоро через месяц. 55. Да. Спасибо. При этом решение уйти со сцены вы приняли совершенно самостоятельно. Вы ушли на пике, если можно так сказать. нет, вот это совсем, вот совсем так нельзя сказать. А как? Но я ушла тогда, когда я еще понимала, что я могу достойно попрощаться, что я могу сделать новый сюжет, а без этого никак. Бенефис не может проходить, ну, испройден. Ну, как, конечно, я могла сделать там Шехерезаду, которая уже извините тысячу раз танцевала со всеми рабами, которые есть на свете. Просто да, это, вот, я, конечно, могла бы взять Шехерезаду, могла бы взять юноши и смерть, там, блудного сына, и прекрасно это все бы я могла сделать. Но мне хотелось новое, мне хотелось спектакль по судьбе, и Владимир Романовский смог сделать для меня такой спектакль на 19 минут под музыку Рахманинова по моей судьбе идет. Это мне очень было приятно, и потом это мотивация. Ну, и, конечно, я взяла, в этот момент Григорович Юрий Николаевич ставил каменный цветок. Тоже вот повезло. А Юрий Николаевич в свое время меня приглашал в Большой театр не один раз. И я знаю, что Раймонду это его было пожелание, чтобы я танцевала именно его премьеру Раймонда. Это не Олег Михайлович было пожелание, это именно Григоровича, потому что я танцевала Раймонду Константину Михайлович Сергееву, когда мне было 24. И, соответственно, когда приехал Юрий Николаевич Григорович свою версию Раймонды ставить, тогда все думали, вот Алтынай, скорее всего, как раз после декрета она выходила, это был ее первый выход после декрета. И как-то все нацелили, что Алтынай. Так вот, Алтынай все-таки была вторым составом, но мы вместе танцевали премьером, но все-таки Григорович Юрий Николаевич именно доверил мне первый спектакль. И именно Юрий Николаевич мне позволил станцевать Адажу из Золотого века на своем творческом вечере, моя любимая Даша и вот благословил меня. Но у меня были новые такие номера и это был достаточно интересный по этому бенефису. Конечно, что самое важное, принимали участие мои ученики, балерины, с которыми я уже подготовила многие партии. Это и Катя Борченко из Михайловского театра, я с ней пять лет работала в Михайловском театре, меня пригласил Михаил Миссерер, специально для Кати. Это и Саша и Сифидис, с которым мы очень долгое время работали в Мариинском театре. И, ну, тут много, много еще учеников, молодые балерины, с которыми я подсказки делала, работала. Это было важно, это как преемство из поколения. Поэтому я поцеловала сцену в 2016 году, и я поняла, что я не хочу ползать, а хочу сделать такой восклицательный знак, поблагодарить публику, поблагодарить моих поклонников, тех, кто меня помнил, еще застал меня молодой, как я начинала. Мне же это очень все, это же моя жизнь, понимаете, меня же в принципе театр-дом, театр-дом. Ну, собственно, как-то вот все же очень короткая дорога в дом. Поэтому мне очень важно было поцеловать сцену, и несмотря на то, что я сейчас еще где-то выхожу, но уже не на Мариинской сцене, не на исторической нашей сцене, где и кровь, и поты, и слезы, и победа, и взлеты, и падения, ну, все. Но выхожу иногда, когда меня приглашают. Вот Андрис Лиепа меня постоянно зовет тоже на свои юбилейные, да и просто вечера в Кремле. Ну, до пандемии это было постоянно. Сейчас во время пандемии, конечно, все это снизилось. Поэтому, несмотря на то, что я поцеловала сцену, я еще пока иногда выхожу в каких-то маленьких миниатюрах. Ну, вот я вас видела в седьмой симфонии, в балете, которую поставила снизилась. премьера, премьерный спектакль. И мне очень было почетно, поскольку бабушка и папа пережили блокаду. И вот они как раз, я же родилась вот в этом доме на Невском, дом 18, наиболее опасная сторона, где при обстреле. Ну, вот прямо где Триумфальная Арка, это дом, где до революции мой дед занимал целый третий этаж. И вообще он был цирюльником, у него была своя парикмахерская, к нему ходил шалятин. Он был, это были такие аристократы у нас, вот по бабушкиной линии. Ну, конечно, после революции все отняли, как это, в общем-то, не секрет, ни для кого. Да, ну, и для меня была большая часть, что именно вот, именно вот в штабе Эрмитажного театра прошла эта премьера в такие как раз дни тяжелые, и я, хоть там у нас был совсем, у нас маленький-маленький выход, но мне очень было по душе именно то, что мы там делаем. Мы в паре с Александрой Осифиди, она как бы как тьма, а я вроде как свет. Я как душа солдата умершего, а она как человек, который хочет убить душу, а я ее хочу поднять. Вот у нас идет небольшая баталия, и все это как раз такой музыкальный интересный момент, вот именно вот в 7-ой симфонии. Мне кажется, вообще очень удачной, многие ругают, но, конечно, премьера, понятно, что всем не может понравиться, тем более Марат совсем другое решение сделал, не та симфония, что у нас в театре идет. И поэтому мне было очень интересно и важно выступить именно в этой премьере. Расскажите, пожалуйста, еще о своей педагогической деятельности. Вы не только в Петербурге являетесь наставником для артистов балета. Вы имеете в виду как педагог? Да. Нет, но меня приглашали по контракту, но это крайне редко. В основном это у меня идет. Значит, ситуация такая. В театре я уже давно преподаю, это нестабильно, какие-то балеты отдельные, но последней работой я могу похвастаться, меня попросили, что мне было крайне приятно подготовить партию Махмены Бану с Надеждой Батуевой, но Кекишева Галина Петровна это наш самый такой уже мудрый, скажем так, педагог, уже, наверное, самый старший педагог. Она такой молодец, вот в свои 92 года, представьте, утром и вечером приходит, утром на репетицию, вечером на спектакль, стабильно, всегда в прекрасной форме, и вот она не пропустила ни одной репетиции, вместе, была на наших репетиях, и как бы мне было очень почетно и приятно, что меня хвалили коллеги за эту работу, никто не ожидал, что Надя, она же танцевала Ширин, никто не ожидал, что надежда получится такой вот насыщенный переход и такой достаточно глубокий образ Махменыбану, но я же готовила эту партию с Осипенко, Алла Евгеньевна, с 10 репетиций тоже, вот, так что, а Николай Соскоридзе меня сразу пригласил, как только заступил на должность руководителя в школе, он сразу меня, потом уже ректора, он меня пригласил в школу сначала на руководителя, я отказалась, потому что это совершенно не мое призвание, но потом он пригласил меня на курс иностранных ингостудентов, и вот уже 7 лет я, у меня уже многие танцуют в разных театрах мира, это я могу похвастаться, что здесь я получаю громадное удовольствие и у меня получается, так что как педагог это театр школы, Владикавказ, а, Владикавказ, конечно, да, но здесь, ой, что вы, это, конечно, меня судьба свела но так получилось, видите, наверное, за все мои какие-то испытания, такие муки в личной жизни меня судьба свела вот последние 5 лет с моим нынешним супругом Александром Альбертовичем Роймаговым и не только с ним а вот с его родными и в итоге я познакомилась и с директором лицея это сводная сестра Александра и стала очень частым гостем в лицее и патронирую первый самый у них настоящий классический запуск вожу так сказать это как бы первый-первый раз они делают экспериментальную группу вот уже третий год именно классический танец и вот я как бы патронирую этот класс и когда приезжаю во сеть во Владикавказ обязательно прихожу и даю мастер-классы встречаюсь тоже со зрителем объясняю с педагогами общаюсь ну вот это очень мне приятно вот это моя жилочка и то что ну знаете что интересно ведь первый раз меня позвала Лариса Абисанова в Владикавказ это было очень давно лет 15 назад если не больше и вот надо же так судьба что позже я стала в итоге родственницей практически у меня теперь двойная фамилия да-да-да это для меня большая гордость Владикавказ а вот было что-то что вам например не удалось сделать какая-то партия мечты которые вы шли но не сложилось ну пожалуй нет вот я наоборот вот кстати свое время все почему-то меня вспоминают в Зареме который никогда в жизни не танцевал и вот вы не поверите Махар Хасанович Вазиев он все время мне ставил примеру Зареме я не смогу танцевать вам не объяснить казалось бы во мне есть разные настроения и буря и разные эмоциональные моменты но я не чувствую этот образ не чувствую я восхищаюсь балерином который исполняет этот образ но я его абсолютно не чувствую не поверите я танцевала Марине в этом спектакле да это действительно сложилось с балериной потому что внешность казалось бы это был проект французская балерина и русская в Париже в театре Шанзелизе мы вышли на одну сцену с Сильвей Гилем она танцевала со знаменитой да-да-да она танцевала Зарему моя Мария и вот после чего как раз вот знаменитая вот это ожерелье строгановская графиня Элен Строганова подарила мне вот после этого спектакля и сказала носи достойно как носит как настоящая русская балерина и вот для меня это была большая честь вот этот выход в Париже вместе с французской примой и вот и в тот момент я специально подготовила Марию вот а так Бах-Фонтан вообще я наверное не станцевала я бы хотела станцевать в Стратаке Фригию но почему-то мне доверили Игину и вот когда было возобновление я танцевала Игину хотя внутри я больше Фриги а Фригию я танцевала только Адашу отдельно Адашу танцевала еще Ого-го когда лет 25 назад с Александром Курковым один из моих партнеров потрясающий партнер и недавно танцевала с Корсунцевым да с Данилой как раз у Андриса в Москве в Кремле Вы заговорили о партнерах это вообще очень интересный вопрос корректно ли будет спросить с кем вам комфортнее всего с кем вам нравилось танцевать ну здесь мне очень легко ответить потому что мне было со всеми комфортно потому что если бы мне не было комфортно я бы не могла танцевать поэтому я сейчас прямо вот перечислю Марату Каев Константин Заклинский Андрис Лиепа это громадная глыба в моей жизни Кеннет Греф из Дании значит из молодых Евгения Иванченко ну сейчас это уже не молодые в тот момент Кузнецов Илья ой мы с ним не знаю сколько мы с ним пережили вместе боже мой талантливый очень человек не только как партнер просто человек талантливый он же очень еще рисует здорово ну талантливый человек во всем талантливый так ну фарух Рузематов вообще не обсуждается мы с ним просто как-то параллельно идем сколько мы всю Японию сколесили это как мой брат просто ой боюсь кого-то не назвать ну в общем не знаю с кем ну Александр Курков я уже сказала а вот если например мы представим себе такую фантазийную ситуацию что вы можете выбрать любого партнера из любого временного периода начиная с балета Алексея Михайловича Тимофея Бубликова и заканчивая ну вот сегодняшним днем с кем бы вам хотелось танцевать с кем было бы интересно но если если говорить вообще об истории обо всей истории балета мне очень интересен Сергей Лефарь я вот недавно перечитывала его как раз вот называется история русского балета кстати очень интересная книга мне она досталась от Олега Михайловича винограда просто подписанная самим Лефарем это очень для меня конечно ценный подарок и конечно моим кумиром всегда являлся Рудольф Нуреев просто при всех его плюсах и минусах он просто для меня очень интересен я считаю что он сделал революцию в балете за ним пошел Фарух вот свои пластики роскошные конечно Фарух добавил понятно что они совершенно ну несравнимые но тем не менее понимаете кто-то должен сделать прорыв вот Рудольф он сделал прорыв именно и что касается костюма мужского ну и вкусовые какие-то вещи и что важно знаете очень важно не замыкаться вот на одном балете а развиваться ходить в музей смотреть на скульптуры на художественные произведения картины меня спасло то что когда я готовила балеты я всегда ходила в музеи и смотрела вот даже вот те же костюмы цвета костюмов какие-то повороты головы вот сельфин когда я готовила мне очень помогли вот эти статуэтки да он тоже прям наблюдал потому что какая я сельфида надо было перевоплотиться ну конечно мне повезло то что я готовила в Дании там где сердце техники Бурнанвиля школа Бурнанвиля да и что я могу сказать что мне еще повезло не только с партнерами но и с педагогами то что надо мной работали англичане в Берлине когда мы работали по контракту а потом мне повезло с политмейстерами очень я прошла через многих балетмейстеров начиная начиная с Антона Фодора кончая Марисова Бибежара когда я станцевала Бурнгильду когда мне было 22 года у меня просто повернулось что-то в сознание 6 часов идет спектакль я станцевала сначала фрику это по Вагнеру спектакль кольцо не Белонгов кто бы мог представить что я попаду в этот спектакль но это вот в Берлине мне просто повезло что когда мы работали по контракту там как раз поставили вот этот спектакль ринг Бижаровский и вот Игорь Зеленский был воттаном я была сначала фрикой а потом саму Бурнгильду станцевала конечно знаете когда проходишь такие постановки меняется сознание и конечно то что с Юрием Николаевичем много работали с Владимиром Васильевым работали много с тем же Олегом Михайловичем работали а уже не говоря о Джероме Роббинсе это просто удивительно он окажется русский я этого не знала я честно я не знала он прекрасно говорит по-русски когда он приехал и заговорил со мной по-русски я вообще то есть как много мы не знаем боже мой надо больше читать надо больше узнавать не лениться даже если устаешь все равно попробовать почитать еще почитать сейчас же мы еще все в интернете сидим этот телефон он так отвлекает на самом деле ты везде начинаешь опаздывать хочешь все как-то успеть а всего за всем не угодишься ну вот вы сказали что вы были и в Берлине и во Франции и очень разные техники и манеры исполнения абсолютно вы попробовали и русскую и французскую и немецкую вот этот вот микс как как вы можете оценить влияние разных школ и на вашу собственную технику и вообще вот на то может быть вы нам расскажете куда сейчас поворачивается современное хореографическое искусство вот в какую сторону ну вот когда помните Николай Цоткорец это же большой скандал был как он попал в нашу школу там же все против меня ополчили вся моя школа что я за Николая сказала теплые слова а мы с Николаем объездили пол-России вот его последние выходы в Шахерезаде были со мной и ну и в Лондоне последний выход в Шахерезаде и я прекрасно помню как ему тяжело уже было вот эти последние спектакли и он мне говорил что вот Юль тебе хорошо ты вот ручками можешь а мне прыгать надо ну у нас были очень доверительные отношения я его знала совсем с другой стороны ну столько гастролировать и эти поездки вместе проводишь сколько времени ты волей-неволей узнаешь человека и конечно же когда я стала говорить о том что надо соединить лучшие качества московской школы и петербуржской и вагановской школы ну как бы не буду говорить кто но наши древние мастера начали меня ругать что ну Москва это золотые купола а у нас типа аристократическая школа типа ты что-то попутала а я считаю что нужно взять все лучшее и мне повезло что я надолго не застряла в Берлине и вообще у нас был был выход мы не только все время там были в Берлине мы соединяли мы возвращались сюда танцевали какие-то тоже спектакли то есть мы совмещали Марийский театр гастроли Марийского театра и Берлин с Игорем и поэтому я не потеряла руки потому что вы не поверите как быстро уходят наши руки вот руки наши вот Вагановская школа это наше достоинство поверьте мне и мне предлагали остаться в Берлине потому что именно вот как бы они наблюдали в моей руке а я наблюдала их ноги школа английская она нужно долго работать мы не сразу мы плакали с Игорем вот первые уроки мы плакали мы не могли вот эти бесконечные полупальцы вот это быстрое там по 4 тандю у нас совсем другая школа вообще сравнить нельзя но благодаря тому что мы прошли эту английскую школу в Берлине то как бы это сказать нам причесали ноги если так можно выразиться подобрали сделали выше полупальц причесали ноги здорово ну как бы ну как усовершенствовали стопы показали как владеть стопой очень много упражнений которых у нас нету и даже когда потом мы приехали нас никто не узнал и даже мой педагог Марина Александровна говорит ты приди покажи мне вот эти упражнения что с тобой там сделали ну то есть просто нога вытянулась она как бы усовершенствовалась линия ноги да они очень уделяют большое внимание именно ногам их красоте как подать вот эти мягкие переходы да мягкий вскок то есть ну у них планты другие но потерять наши руки и когда меня спросили почему вы все-таки вот не остались в Берлине мне вообще навсегда предлагали даже квартиру предлагали у меня же по бабушкиной линии еще немецкие корни да фамилия Юргенс то есть там чистокровные немцы в бабушкины в бабушкиных поколениях вот и поэтому я была близка я отказалась потому что я сказала ну я могу таким образом и ноги не приобрести как у них все равно мне не добиться такого результата и потерять руки наши нашей школы я решила что все-таки я буду приверженница нашей школы и в нашем городном театре ну это что касается школы друзья пожалуйста присоединяйтесь к нашей беседе если у вас есть вопросы поднимайте руки не стесняйтесь волонтер с микрофоном к вам подойдет уже такой плодотворный разговор все притихли ну пока мы в тайминге у нас есть еще немного времени ну давайте я просто скажу может быть что у меня какие у меня какая у меня мечта все-таки еще сохранилась тогда про мечту да нет правда вот все-таки вот вы мне сказали что бы вот я хотела еще ну что я не сделала из того что я мечтала бы как ни странно вот именно через Сашу через моего мужа я узнала вот о сценарии который написан давно Александром и это все ему тоже не зря пришло в голову потому что он поэтически мыслит он не любит когда я про него говорю что он поэт но тем не менее он пишет стихи правда давно он этого не делал потому что у нас были тяжелые такие испытания личные семейного характера но все равно как бы у него есть книги свои стихи свои и вот у него есть идея вот эта тема Богородицы и это очень касается вот именно тема сетин и вот как Задолейская Нана Нана это мама Задолейская мама Богородица она спасла народ Алании от натиска Тимура и вот это очень серьезно глубокая тема и коль скоро я являюсь теперь чуть ли не родственницей вот народа Алании то мне бы очень хотелось исполнить эту партию или если не исполнить то хотя бы подготовить исполнителя я даже на примете у меня есть люди но вот Саша говорит что это такая тема божественная что здесь ну это как бы сигнал должен прозвенеть и надо найти правда людей которые это не из-за денег не меценатов надо искать а людей которые бы полностью отдали свою энергию душу вошли бы в эту тему вот это танец называется танец для создателей вот я бы очень хотела чтобы эта тема прозвучала еще в моем творчестве но вы еще сами очень верующий человек но меня покрестили когда мне было 9 месяцев я конечно не выбирала как вы понимаете но тем не менее я понимаю что ангел-хранитель надо мной всегда потому что сколько было испытаний сложностей и сколько было даже мы падали с парухом в самолете мы правда падали мы уже пикировали и вдруг ну честно говоря мы уже попрощались мы уже страшно вы не представляете это страшно я после этого стала бояться летать это мы летели из Японии в Бразилию это было страшно и вдруг он набирает ход очень много было таких моментов в жизни когда я могла бы просто умереть три землетрясения тяжеленных по 7-ми бальных на моем веку где разрушались здания буквально рядом вот и много-много из-за травм у вас было сфере ну травма это хотя бы все-таки ну можно пережить ты не умираешь вот а вот душевная травма да здесь конечно очень важно ну очень важно чтобы рядом были люди чтобы была группа поддержка а у меня есть такие люди правда и я ценю и благодарю своих друзей их немного но они есть и в Москве такие люди есть и в Петербурге это настоящая моя группа поддержки благодаря благодаря которым я смогла не забиваться куда-то в угол когда тяжелые были моменты в жизни а все-таки шла потому что дорогу одолеет идущий а тем более сегодня вы знаете какая наша тенденция что мы должны мы должны обязательно преобразовывать мы должны идти вперед вот это слово сохранять это неправильно потому что уже скоро сохранять будет нечего нам надо идти вперед двигаться открывать новые горизонты и вот почему я благодарю Танечка что можно я вас так буду называть Танечка это так важно мне приятно но мне так важно что вот эта выставка прозвучала именно в наши дни в манеже это было вот знаете мы почти опоздали я бы так сказала с этой вот просто это надо было делать уже вчера вот и поэтому как здорово что это состоялось что все-таки люди познают очень много того что многие уже не помнят и не читают и многие и не думают а ведь это же все не просто так происходит и то что вы так вот доверили мне сегодняшнюю встречу то что я могу свои мысли какие-то говорить то что просто то что я здесь вот у вас представлена в образе именно черного лебеда то с чего начиналось для нас это честь это для меня честь спасибо спасибо большое друзья тогда еще раз благодарю вас за то что этот вечер вы провели с нами в манеже с Юлией Михалиной спасибо большое Юля и вам огромное спасибо за встречу я хочу поблагодарить вот за то что вы пришли я не ожидала что почти полный зал будет это еще многие сегодня рабочий день многие не успели вот мои друзья вот не успели многие и спасибо вам за ваш интерес пожалуйста не уставайте верить в наш русский балет потому что это непотопляемый корабль но конечно нужно много работать чем чем собственно мы и занимаемся спасибо вам спасибо 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 спасибо